Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы поговорить на достаточно актуальную и животрепещущую тему, связанную с тем, что профессиональное сообщество рыбаков бьет тревогу. Под угрозой находится на данный момент исторический принцип распределения квот, и ситуация уже взволновала многих не только представителей отрасли, но и экономистов, политологов, общественных деятелей. Позицию простых рыбаков и в целом исторического принципа распределения квот одобрил вице-премьер Аркадий Дворкович. И в целом проблема аукциона с и квот на вылов крабов и рыбы касается, скажем так, конечно, не только представителей отрасли, но и потребителей в том числе, и общественных деятелей, и экономистов. Для этого мы собрались и собирались, и рыбаки четко высказали свое мнение за исторический принцип на четвертом съезде. Действительно, то трехлетие аукционов и затем закрепление исторического принципа, вот эти я предлагаю тракцию, может быть, к чему пришла отрасль. Очень многое сказано, но я бы хотел, наверное, знаете, с чего начать? Что за этот период, когда исторический принцип главенствовал и фактически никакого изменения законодательства не происходило, рыбаки стали большими государственниками, чем некоторые чиновники. В чем это выражается? Во-первых, на Северном бассейне мы полностью победили ННПР, а сейчас его нет. Это признают абсолютно все наши иностранные коллеги, правоохранители. Вы знаете, что промысел трески и пикши у нас совместно с норвежцами регулируется, поэтому береговая охрана Норвегии фактически заявляет, что ННПР отсутствует. Второе. В этом году мы успешно провели сертификацию сначала трески и пикши, в полной месяце сертификацию морского пикшического совета. И в этом году мы сертифицировали краба. То есть действующий порядок управления отраслью позволил прийти к тому, что мировое сообщество признало, что порядок управления отраслью, возобновления ресурса, действия регулятора полностью соответствует всем требованиям по сохранению популяции и прочее. Далее. Почему? То есть может быть кто-то, у кого-то в сознании еще остается, что рыбодобывающая отрасль это такая некая серая зона, где браконьеры и так далее. Мы уже давным-давно ушли от офшора, ушли от чемоданов с наличием. Мы платим морякам своевременно достойную заработную плату, которая является одной из самых высоких во всех отраслях. Поэтому, ну и дальше, на примере нашего предприятия. Когда в 2014 году мы выиграли, подчеркиваю, аукцион по приватизации Архангельского правового флота, мы приняли на себе обязательства, которые исполняем отужение уже в течение пяти лет. В том числе, сохранение работника. Второе. Доставка той же трески и пикши на территорию Архангельской области. Это подтверждается, еще раз я говорю, фактором. Третье. Аукционы, вот те крабовые аукционы, которые мы где-то уже отбили совсем недавно, нам позволили взять деньги с краба и начать строительство новых судов. То есть, по большому счету, мы уже четыре корабля гарантированно построили. То есть, посылы государства о том, что строить надо на наших верфях, нами даже не обсуждались. Для присутствующих, наверное, не все знают, что строительство кораблей на российских верфях обходится на треть дороже, чем где-нибудь в Хорватии и в Курции. Мы анализировали, с чем это связано. Есть там как экономические факторы, так и, скажем, древняя инфраструктура, которая с советских времен, то есть затраты и верфей, они существенно выше, чем за границей. Мы готовы идти и к этому. Самое для нас неприятное, вот я не случайно в начале своего выступления упомянул пять месяцев, что нас сначала успешно подвели, чтобы мы инвестировали в строительство судов, береговых фабрик, взяли кредиты. И вы понимаете, что корабль не строится. Сегодня купил металл, а завтра готов корабль. Два-три года строительство судна происходит. После того, как наша инвестиционная программа была расписана на те 15 лет вперед, которые определил госсовет по закреплению Далее, мы понимали, на что мы идем. Когда проектировали две береговых фабрики, когда строили четыре корабля. То есть, надо понимать, инвестиции порядка полумиллиарда долларов. А потом нам с успехом говорят, ребята, будет краб весь на аукцион. После этого пошла торговля о том, что давайте не 10, а давайте не 20. Но страшно не это. Вот эти 15, ну, без малого 15 лет, когда закон о рыболовстве работал без каких-либо изменений, чиновник, любой чиновник, никак не мог повлиять, скажем так, на распределение данных. Вместе с этим, еще раз хочу подчеркнуть, все квоты, которые компании приобрели, приобрели на аукционах. Последний аукцион, в котором участвовала наша компания, это был 2016 год, Краб Апилы, где тоже заплачены огромные деньги. Еще один такой момент, нюанс, может быть, когда мы говорим о вхождении, о чем ратует вас новых игроков на рынок. У нас уже есть первые показатели, победители вот тех вот многомиллиардов аукционов, которые состоялись в прошлом году. За прошлый год они в лучшем случае выбрали четверть от того, что было разрешено. То есть это тоже установлено. Потому что нельзя сегодня решить, сказать, что я бы был ловить краба, а завтра корабли где возьмешь, людей где возьмешь. То есть сама логистика, сам подход и так далее. То есть рыбодобывающая отрасль – это одна из сложнейших, наверное. То есть это не торговля. Купил, продал, не в обиду торговлю. Там хватает своих, как говорится, да, правильных. Больше того, вот за этот период, что случилось в отрасле, ушли все временщики, ушли хапуги, которые жили одни дни. И бизнес на самом деле не цели делал. Поэтому очевидно для всей отрасли, для всех добытчиков никаких аукционов, исторический принцип. Поэтому другого быть не может. В противном случае сегодня крабы, завтра пойдет треска, послезавтра палку. А по крабу, почему сейчас спор? Никто не вспоминает 2009 год, когда у нас коду снизилось на Северном бассейне 16 тысяч тонн до 4. И среднесуточные выловы были минимальны, мизерны. В 2008 году мы не выбирали. И стоимость краба была, если мне память не изменяет, это, наверное, порядка 10-12 долларов на мировом рынке Камчатского. И там, поверьте мне, экономика не то что аукцион. Там и ВБР-то, грубо говоря, мы, да. Значит, еще хотел бы один момент отметить. Помимо всего прочего, что мы сейчас обсуждаем аукционом, уже есть проект постановления об увеличении ставки сбора за ВБР по Камчатскому крабу с 30% до 80%. Напомню, сейчас мы кладем 15% в 4,5 тысячи. То есть, да, возможно, ее повышение. Она повысится почти в 20 раз до 80 тысяч рублей. Поэтому наступление на добытчиков идет по всем фронтам. И ставить вопрос о том, чтобы выбить одну и один из объектов промысла из холдингов, которые не только ловят краба, но и рыбу, за счет этого развиваются, инвестируют в развитие, платят доходную заработную плату, помогают регионам. На мой взгляд, мы это не по государству. Мы это не правы. Спасибо. Очень своевременный прогустол. В пятницу в Урманске встречание проводил председатель правительства по развитию рыбопереработки. И там на совещании он сказал, что в этот четверг, 26 апреля, на заседании правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, ее возглавляет Дворкович Аркадий Владимирович, с высокой степенью вероятности будет высказана позиция правительства по данному вопросу. Аркадий Владимирович говорил о том, что на съезде рыбаков 25 февраля, о том, что решение должно быть открытым. Но то, что мы услышали в пятницу, немножко не то, потому что сегодня понедельник, заседание у нас будет в четверг, у нас нет никаких материалов по этому вопросу. Мы, я член этой правительственной комиссии, мы получили официальный пакет материалов для этого заседания по крабовым аукционам, там позиция не сформулирована, и я предполагаю, с высокой степенью вероятности, что нам перед заседанием правительственной комиссии на руки выдадут пакет документов, в котором будет содержаться подход, предложенный ведомствами. Мы уже примерно предполагаем, какой это будет подход. Позиция регулятора мимикрирует. Сначала была высказана точка зрения о том, что нужно полностью отказываться от инвест-клот и вводить аукцион на весь объем крабов. Потом эта позиция изменилась, предложили 40% на историческом принципе, 40% на аукцион, 20% на инвест-клоты. Чуть позже позиция еще раз изменилась, и было высказано мнение о том, что необходимо проводить аукционы в отношении примерно 40% общедопустимых лоу, но встроить, вмонтировать в требования аукциона уделия по строительству судов. С нашей точки зрения, не один из этих подходов, я думаю, здесь присутствуют люди, которые гораздо профессиональнее, авторитетнее меня, я думаю, в экономике. Михаил Геннадьевич, Никита Александрович, Яков Моисеевич, я думаю, они согласятся с тем, что вот эта попытка связать аукционный подход, подход инвестиционного конкурса и все это вместе в одном флаконе использовать, это не очень экономически правильно. А мы, это позиция всего рыбацкого сообщества, мы не возражаем против открытого, публичного, аргументированного и честного обсуждения самой проблемы о том, как должны распределяться общенациональные природные ресурсы. И надо сказать, что рыбная отрасль в этом плане никогда не была закрытой. Обсуждения, дискуссии на этот счет происходили достаточно часто. Единственное, что нас беспокоило и беспокоит, при проведении таких дискуссий, это возрождение синдрома Трофима Денисовича Лысенко. Мы сталкиваемся с тем, что точно так же, как 50 лет назад появился человек, который сказал, что вся агробиологическая наука врет, что все заслуженные производственники аграрные неправы. И вот есть один человек, который знает, как можно развивать агробиологическую науку и как развивать сельское хозяйство. К сожалению, у нас сейчас при обсуждении темы рыбной отрасли появляются такие академики Лысенко, которые говорят, что вся отрасль неправа, экономика неверная, и вот у них есть рецепт счастья. Поэтому нам, конечно, мы готовимся к заседанию на правительственной комиссии. Очень будет нездорово, если мы увидим официальную позицию ведомств за полчаса перед заседанием комиссии. Но мы достаточно серьезно готовимся, мы понимаем, что нужно в отрасли. У нас есть расчеты. Мы проанализировали все возможные варианты, которые предлагаются, и готовы эти варианты обсуждать. Что касается вашего вопроса касательно РСПП, то президент РСПП Александр Николаевич Шохин еще в прошлом году направил официальное письмо. Сразу, как только нам стало известно, в отрасли стало известно о поручении президента рассмотреть эту тему, он направил официальное письмо к помощнику президента Андрею Ремовичу Белоусову. По этому письму было совещание в администрации президента 1 декабря. Он направил обращение Аркадию Владимировичу Дворковичу. Поэтому Российский Союз промышленников и предпринимателей в данном случае занимает очень принципиальную, экономически внятную, аргументированную позицию. Прежде всего, я хотел бы обратить внимание, извините, я сейчас отвечу на вопрос, но то, что Герман Станиславович сказал, это огромное изменение в политике российских либеральных информаций. В мои времена, в 90-е годы, они представляли документы накануне обсуждения, в 7 часов вечера. То есть обсуждение в 10 утра, значит в 19 часов вы получаете вот такую пачку бумаг, но их как-то можно переработать за ночь. За полчаса нормальный документ, даже нельзя просмотреть, и любой организатор процесса совершенно спокойно может говорить, что да-да-да, но ваши возражения там учтены, и вы их еще не дочитаете. Это нормальный стандартный документ. Что касается краба. Краб это экспортный товар. По данным Форбса, 95% краба идет на экспорт. Уважаемые представители рыболовной отрасли к съезду называли чуть меньшую цифру, но в основном это действительно продукт экспорта. Не от хорошей жизни. Потому что 70%... Это чудо есть бы самим. Краб действительно жемчужина России. Не только рыболовства, а России всей. Знаете, такая хорошая жемчужина. Польшая. Но 70% населения, по данным ФЦОМа, бедно. То есть испытывает нехватки денег на покупку простой бытовой техники. Здесь не до краба. С другой стороны, тот же самый руководитель русского рыболовства господин Шостаков очень красочно описывал, насколько удобно... Он давал недавно интервью Рабанка, очень хорошее интервью. Насколько хорошо организована инфраструктура для стран, которые покупают у нас краба, для обеспечения экспорта нашего краба. И насколько плохо организована инфраструктура для продажи этого же краба и в целом рыбы на российском внутреннем рынке. То есть человек, который, в общем-то, отвечает за развитие отрасли, ну, как мне кажется, должен отвечать, он рассказывал, в том числе, очень красочно, как российская бюрократия, насколько я понимаю, из его слов, искусственно затрудняет поставки на внутренний рынок и насколько легки поставки на внешний рынок. И вот это вызывало только констатацию факта, ну, да, и описание того, что мы работаем, мы продолжаем работать и так далее и тому подобное. то, что, как говорилось, абсолютно правильно, изменение характера регулирования ловли краба это первый шаг. Все понимают, что это просто площадка все рода экспериментальная, а дальше это будет перенесено на все рыболовство в целом, без исключения. И понятно, почему, потому что рентабельность краб же жемчужина не только с точки зрения гурмана, но и жемчужина с точки зрения экономики. Можно считать рентабельность по-разному, совсем по-разному, но рентабельность краба 60-70%, рыболовство остального 20-30%. И в разы выше рентабельность краба такое ощущение, что когда где-то что-то идет хорошо, туда немедленно слетаются стерлядники. И наше государство, вместо того, чтобы защищать развитие от этих стерлядников, оно как бы их само организует с года в год, направляет. Хотелось бы, конечно, ошибаться, но ощущение пока именно такое. Потрясающую фразу произнес товарищ Шестаков в своем интервью о том, что он не знает доли нелегальной добычи краба. Понимаете, потрясающе. Что это не его функционал, типа вообще это к нему не относится, хотя вроде бы он регулирует данную отрасль. И что для того, чтобы понимать, какая доля незаконной добычи, нужно каждого незаконного ловца отдельно отловить, и вот тогда все будет понятно. То есть мысль о том, что могут быть косвенные оценки, человека даже, по-моему, не посещает. И здесь нет ничего сложного. Все спокойно сопоставляют экспорт, экспортные данные нашей таможенной службы. И импорт, о котором отчитывается США, Япония, Южная Корея. Ну да, у Китая со статистикой все совсем плохо, еще хуже, чем у нас, но тем не менее можно сопоставить. При этом здесь такие параметры, которыми, в общем-то, можно было бы и гордиться, потому что не так давно по, опять-таки, оценкам в 4 раза превышал, ну, лет 10 назад, нелегальный, 11, в 4 раза превышал нелегальный вылов краба, то, что добывалось легально, а сейчас нелегальный вылов краба составляет там по оценкам 20%. Есть некоторые сайты, которые явно оппозиционные, явно экстремальные, когда сайт называется Стоп Краб Мафия, понятно, что трудно ожидать от него каких-нибудь, так сказать, корректных оценок по отношению к государству. Его оценка вообще 10% нелегального было украла. То есть, это то, чем глава русского рыболовства мог бы гордиться, а так он напоминает одному моего знакомого православного активиста, который отрицает социологию просто потому, что нельзя просить каждого человека отдельно взятого. При этом, в целом, его интервью, человек грамотный, мыслящий, вполне рационально, достаточно хорошо влезает в глубь проблем, глубоко, и при этом ощущение, что он вынужден защищать, по каким-то позициям, вынужден защищать идею, которую, в общем-то, которую ему просто самому не по себе. Прямо открыто признавал отрицательную роль аукциона в 2001-2003 годах. Правда, он почему-то говорил только об одной проблеме, которая с этими аукционами была связана, что, значит, иностранный бизнес закабалил российские предприятия. Причем, закабалил и такой степени, что еще не все расплатились. Но почему-то он совершенно ничего не говорил о том, что он сейчас собирается сделать для того, чтобы иностранный бизнес опять не закабалил наши предприятия на этих аукционах. Может быть, он, конечно, уплывает в институционные режимы, но как-то немножко странноват. Во время этих аукционов я работал помощником премьер-министра. Я занимался совсем другими вопросами, но кабинет, где сидел помощник, который занимался вот этими аукционами по добыче биоресурсов, он был от меня в 20 метрах. Я мимо него ходил все время, я прекрасно помню, в дверь она была открыта, и звуки, в общем-то, наносились громкие, что это была постоянная безумная головная боль. Не только для отрасли, для управления тоже. И потом, в общем-то, эта история создавала большие проблемы даже для тогдашнего премьера-министра. В отношении него выдвигались самые разнообразные обвинения, они не переросли в юридическую плоскость, но репутацию испортили очень-очень сильно. Руководитель Роскома Рыболовства господин Шостаков говорит, что мы уже посчитали, цитата, финансовую модель мы уже посчитали. Так и хочется спросить коллеги, а вы посчитали остальное, что-то кроме финансов? Потому что этого же недостаточно. С финансами разобрались, а что будет с отраслью, такое еще не что, как повезет. Это общая беда финансистов и руководителей широкого профиля, которые приходят руководить производством. они не обращают или обращают недостаточное внимание на отличие реального сектора от финансовых операций. То, что здесь говорилось, что ничего нельзя сделать мгновенно, что вы можете финансовую спекуляцию проводить мгновенно, а если вам нужно сделать что-то материальное, вы сначала должны построить что-то, что-то закупить оборудование, обучить людей и так далее. Вот эту разницу между реальными и финансовыми секторами люди далеко не всегда понимают. это выстрелы уже в Алросу, выстрелы во многие другие корпорации, это реально разрушает производство. И сейчас это похоже стреляет в кроволосство, а дальше в раболосство во всем. Причем вот это анонимка, при советской власти анонимки не рассматривали принципиально. И мы видим, что когда люди столкнулись с сопротивлением отрасли, с отрицанием отрасли своих позиций, люди начинают подменять аукционы обычные аукционами инвестиционными. Вот Герман Станиславович не даст соврать, у нас были прецеденты, с аукционами есть принципиальная разница с инвестиционными аукционами, инвестиционными конкурсами. Если вы теоретически можете отказаться от этого конкурса, тогда это нормальный конкурс, тогда все в порядке, вы слишком много не заплатите. Но если это конкурс на ваше существование в бизнесе, если вы обязаны остаться здесь любой ценой, то вы и заплатите любую цену. Это не важно, много у вас денег или мало у вас денег. Вы заплатите любую цену, чтобы остаться в бизнесе, из вас ее вытащили. А дальше вы останетесь без ресурсов. Вы не сможете выполнить свои инвестиционные обязательства вполне объективно, потому что из вас вытащат все организаторы конкурса. И вы не сможете построить суда, потому что вы заплатите все деньги, если, конечно, у вас не будет неформальной поддержки государства в той или иной форме, если у вас там есть какие-нибудь эксклюзивные связи, родственники или что-то еще, или просто друзья. Есть еще одна проблема юридическая. Дело в том, что в рамках существующего закона, как я понимаю, я не юрист, но вроде бы заявочная кампания началась с 1 апреля, заканчивается 10 мая, и Шестаков как-то забавно говорит, он говорит, что заявочная кампания отделена, а вот изменение правила игры отдельно. Коллеги, но изменение правила игры коснутся договоров, заявки которых уже поданы и могут быть рассмотрены. То есть получится изменение правил игры на ходу, а многие кампании уже взяли на себя обязательства, как я понимаю, все это. То есть они будут вынуждены защищать себя в судах. и во-первых, это будет перегрузка судов, которые у нас и так перегружены очень сильно, а во-вторых, это будет разрушение всех юридических принципов нормальности. Ну и последнее. Инициаторы этой вообще идеи перекроить отрасли на ходу и без внятных обсуждений обещают федеральному бюджету 80 миллиардов рублей. Это действительно потрясающая сумма, даже если сравнивать не только с нашими доходами, но и с чем-нибудь еще. Есть один маленький нюанс. В федеральном бюджете на 1 апреля по данным Минфина лежит без движения более 7 триллионов рублей и Министерство финансов правда не знает, что с ними делать. Поэтому 80 миллиардов рублей, которые могут оказаться критичными для отрасли, для десятков тысяч там занятых и для миллионов людей, которые продукцию от отрасли едят, федеральному бюджету не нужно. Спасибо. Сейчас озвучу несколько цифр, которые вошли в наш доклад на эту тему, которые меня лично самого поразили. Это то, что вылов увеличился в 3-4 раза, то, что налоги в настоящее время составляют 40 миллиардов рублей, но налоги как в абсолютных цифрах увеличились, так и в относительных. если 15 лет назад было 2900 рублей на тонну, то сейчас эта сумма налогов составляет примерно 10 тысяч рублей на тонну. То есть утверждать о том, что, так сказать, тигру в зоопарке не докладывают мясо, то, что отрасль недостаточно социально ответственная, не доплачивает, не растит пропорционально своим успехам, своего присутствия в экономике страны, это абсолютно некорректно, это неправда, это не соответствует действительности. И самое главное, что лично меня, как, так сказать, не рыболовая, не переработчика, не экономиста поразило, это образование. Если 20 лет назад по специальности, по профильной специальности выпускалось 265 человек в год, то в настоящее время в сумме людей, получающих среднее, специальное и высшее образование в отрасли, выпускается около 10 тысяч человек в год. Это поразительные цифры, о чем они говорят. они говорят о том, что все участники процесса, и рыболовы, и регулятор в том числе, и школьники, которые думают о том, с чем связать свою жизнь, видят будущее. Они верят в то, что в этой отрасли будущее, что в этой отрасли, о чем мы совершенно справедливо говорили, достойные зарплаты, в том, что на этом можно построить жизнь. О чем это тоже создана работающая система регулирования отрасли, которая стимулирует развитие отрасли. Это для многострадальной российской экономики не самые обычные явления. Этим можно восхищаться не совсем уместно, но это можно одобрить, и на этом можно выстраивать новое будущее. Не надо ломать то, что работает. регулирование. Особенность регулирования заключается не в том, что завтра изменят правила игры и все рухнет. Мы не знаем, что произойдет завтра, если изменятся правила игры. А если правила игры меняться не будут, то мы знаем, что произойдет завтра. Это знают и журналисты, и политологи, и действительно мальчики, которые живут в рабочих поселках и готовятся пойти куда-то учиться, и вы, которые руководите предприятиями в этой отрасли. И вот эта предсказуемость, это пребывание, так сказать, в спокойном море, в котором каждый участник процесса знает, что будет происходить завтра, это на самом деле очень дорогого стоит, особенно для нашей жизни, каждый день, который дарит нам какие-то новые сюрпризы и не сказать, что сильно, так сказать, приятно. Еще раз зафиксирую, что социально-экономическое, что отрасль, во-первых, вкладывает достаточно в социально-экономическое развитие, не связанное с прямыми, в том числе, своими, так сказать, экономическими обязательствами, это раз. В отрасль верят люди, это фиксируется за счет драматичного, на порядке роста желающих работать в отрасли и получающих образование отрасли. Отрасль эффективно представляет нашу страну, в том числе на международной арене, о чем вы тоже совершенно справедливо говорили, потому что рыболовство это не это отрасль связанная с высоким международным влиянием, это один из фасадов страны, об этом тоже не надо забывать. По тому, как выглядят наши рыбаки, судят в том числе о России на международной арене. Мировой океан это единое пространство взаимодействия, в котором все действительно равны и все друг у друга на виду. И в настоящее время говорить о реформе регулирования ради, так сказать, мнимого и такого бумажного увеличения налогов, на мой взгляд, это очень рискованно и грозит, то есть реформа ради реформы в данном случае, о чем говорит правительство, не правительство, о чем говорят некоторые люди, что это принесет больше денег. Вопрос-то не в том принесет больше денег, мы не знаем, что это принесет, а рисковать достижениями ради неясных, так сказать, обещаний таких в стиле Буратино, Лисы Алисы и Кота Бадзилио, это, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Спасибо. Ситуация, которая есть сейчас, она говорит о том, что мы не можем быть уверены в завтрашнем дне. Коллеги много говорили о достижениях, я с ними согласен полностью. На Дальнем Востоке у нас аналогичная ситуация и в отрасли. Ну, я, по крайней мере, ни разу не слышал ни одного показателя, который был бы отрицательным, если сравнивать этот год и три года назад, а тем более пять, шесть лет и далее. Везде положительная динамика. Затрагивали вопрос браконьерства. На Дальнем Востоке, я вас уверяю, этой проблемы больше нет. Иногда суда под удобными флагами, под флагами третьих стран заходят в нашу эконом-зону, но федеральная пограничная служба успешно с ними борется. Статистика иностранного импорта и экспорта российского в настоящий момент не позволяет каким-либо образом сказать, что у нас есть пять процентов или десять процентов или двадцать процентов. Это единичные случаи, десятки тонн, которые невозможно увидеть, только по экспертной оценке. Что касается тех страшилок, о которых говорится, о том, что мы будем должны иностранному капиталу или как-то нас будут контролировать, те проблемы, которые породили аукционы начало двухтысячных наверное уже не вернутся, но будут иные проблемы. Неважно кому быть должен, либо иностранцам, либо банкам, если ты должен много, то ты связан по рукам и ногам. В чем я уверен, что на комиссии которая будет правительственной не будет представлено никаких расчетов. Будет один листик, на котором будут изложены тезисы, о которых говорил, например, Илья Васильевич в своих выступлениях, но каких-либо серьезных расчетов представлено не будет. Почему? Потому их невозможно представить. Я не знаю, как можно обосновать саму идею изъять из отрасли достаточно серьезный финансовый объем, и это каким-либо образом положительным сказалось бы на дальнейшем развитии отрасли. Поэтому наверное обсуждение будет на уровне вот мы предлагаем, надо опять хорошо посчитать и наверное будет отложено. Мы уже почти 6 месяцев об этой проблеме говорим, к сожалению она публично пока не обсуждается, есть опасения, что мы будем поставлены перед фактом, какое-то где-то решение будет принято о том, что давайте будут аукционы мы потом начнем обсуждать сам механизм. Хотелось бы, чтобы этого не произошло и надеюсь, что круглый стол поможет в этом. Что касается проблем отрасли, по сравнению с этим они меркнут и я не скажу, что они какие-то глобальные, нерешаемые, все это технические моменты, которые решаются. Тяжелое время говорить о перспективах сложных, поскольку мы даже не знаем, какое у нас будет жакридство. Но об одной вещи мне хотелось бы сказать, принципиально важное. Я в своей жизни много раз, когда был чиновниками, подключался с ситуацией, когда были работающие отрасли и хотя бы живущие как-то безвидно, до которых забирались молодые реформаторы с целью провести там реформы. Я не знаю ни одного случая, когда бы эти реформы завершились бы хотя бы сохранением существующей ситуации, обычно шло к сильным минусам. Давайте посмотрим на рыбную отрасль с точки зрения сравнения с другими отраслями. Это чуть ли не единственный пример отрасли в нашей стране, которая развивается за счет внутренних ресурсов. И по этой причине мы можем себе позволить строить разные планы ресурсы внутренних. А вот концепция государственная, которую поддерживает наше правительство, состоит в том, что развитие России может происходить исключительно за счет иностранных инвестиций. Я не исключаю такого рода атака, но вот здесь я не буду говорить о конкретных лоббистских интересах, конкретных структур, они существуют всегда. Но вот у меня есть полное ощущение, что делается попытка, вот об этом уже сегодня говорилось, создать ситуацию, при которой лишить возможности участников рынка развиваться за счет самостоятельных ресурсов и поставить их в зависимость от ресурсов в том числе через выкачивание этих самых ресурсов через опцию. вот эта ситуация меня крайне волнует, прежде всего потому, что все события последние условно говоря, полугода-года, а на самом деле начиная с 2014 года, это лишение России всех внешних ресурсов. и в этой ситуации мы должны наоборот прилагать титанические усилия для того, чтобы у нас было как можно больше отраслей, которые могут развиваться сами. Другое дело, что может быть, было бы очень неплохо, если бы для каждой из таких отраслей была бы более-менее длительная программа развития. Вот такую программу невозможно писать, если не заинтересованы правительством. А правительство, насколько известно, вообще не имеет никаких программ развития. Их просто нет. Даже в 90-е годы они были, а начиная где-то в годы 2004-го они все исчезли и пропали. Они отсутствуют как их. И в этой ситуации, я когда столкнулся с тем, что происходит, то сначала у меня было ощущение, что это просто абсолютно типовой случай, что люди, ну понятно, что есть лоббисты, которые что-то хотят, есть уже не совсем молодые, но реформаторы, которым только дай чего-нибудь пореформировать и доложиться, типа вот смотрите, мы тут проявили форму энергетики, естественно, монополии, что там они реформировали, а пенсионные системы, много еще чего, но сейчас я все больше и больше убеждаюсь, что это еще может быть вполне целенаправленное вредительство, разумеется, те люди, которые этим энергетическим занимаются, они сидят тихо и не очень на эту тему распространяются, в общем, я на самом деле в теме рыбной отрасли это не моя тема, я макроэкономист, отраслевой, но в данном случае когда я с этой ситуацией познакомился, я сделал стойку, потому что я совершенно четко понимаю, что если мы это дело подопустим, то это будет очень серьезное поражение, в том числе на политическом уровне. Наверное, в более радужных тонах, конечно, когда видишь успешный проект краблой отрасли, она кажется успешным проектом, потому что в экономике не все удачно, мы это хорошо знаем, ее стоит оберегать. И вот нужно как экономист, как экономист, я, конечно же, должен скорее не рассуждать о конфликтах интересов, а прежде всего попытаться просто посмотреть финансовую нагрузку, что могут принести аукционы, отказ от исторического принципа, плата и так далее. Ну вот, в 2017 году аукцион, который был проведен, я посмотрел статистику, на 5000 тонн краба принес 25 миллиардов рублей бюджет. Значит, если, как я понимаю, речь идет о том, чтобы выставить на аукцион до, при отказе от исторического принеса, до 60 тысяч тонн, значит, это отрасль, крабовая отрасль, крабовая отрасль, должна выплатить до 300 миллиардов рублей, должен получить бюджет. Просто экстраполируя, да. Ну, давайте мы будем оперировать цифрами, предположим, чуть более легкими, скажем, от 100 до 300 миллиардов рублей, вот, наверное, есть надежда, надежда на то, просто обычный экстраполец. Так, с одной стороны ожидания крабовых отраслей по поводу того, что она в результате отказа от исторического принципа может выплатить сумму до 300 миллиардов рублей. Давайте теперь посмотрим, что она представляет собой, как экономический бизнес, консолидированный бизнес. у меня оказалась в доступности отчетность компании, которая занимается крабовым бизнесом, она полностью открыта, официальная. Значит, по оценке активы, занятые в крабовой отрасли, это 80-85 миллиардов рублей. Всего активы, то есть со всеми вложениями в основные фонды, в суда, в дебиторку, в запасы и так далее и тому подобное. Значит, весь капитал, который связан с добычей основного объема краба, это 60-65 миллиардов рублей. Держим в голове в сумму до 300 миллиардов рублей. Выручка годовая, годовая выручка на крабе по оценке в прошлом году была до 55 миллиардов рублей. И рентабельность совсем не 60-70 процентов, рентабельность ниже, средняя по отрасли. И еще нужно помнить, что год на год не приходится на самом деле отрасли с точки зрения внешних условий, с точки зрения экспортных цен на краба, с точки зрения того, что называется урожай, в кавычках в общем-то не настолько стабильное образование. Итак, с одной стороны мы имеем потенциальное требование 100-300 миллиардов, с другой стороны мы имеем бизнес, активы которого 80 миллиардов, выручка 55 миллиардов, капитал 50 миллиардов, уже вложены функционирующие, оборотные. Ну и дальше мы себя должны спросить, а как это может быть? И, собственно говоря, что за решение готовится, которое действительно может, можно сказать, негативно повлиять, а можно сказать по-другому, что оно является экономически невозможным. То есть это потенциальное изъятие, которое, ну там, кровь выпускает, из организма, после которого организм начинает переставать дышать. И вот эти расчеты, ясные, точные, экономические расчеты, того, что называется бюджетная эффективность, и как взять от организма, ну, как бы, чтобы и зайцы, и волки, и овцы, и все такое, конечно же, конечно же, это расчеты и эти оценки в первой очереди, которые должны стоять за любым макроэкономическим решением, а вот то решение, которое готовится именно по макроэкономическим. Это целая отрасль, очень успешная, экспортная, такой яркий кусок в палитре российской экономики, и, конечно же, мы должны ожидать от государства решения, которое должно быть рациональным, экономически целесообразным, а не наоборот, не иррациональным, и не выпускающим кровь из организма, из которых они погибают. Говоря о лоббизме, который мы сейчас обсуждаем, я хотел бы все-таки назвать этих таинственных лоббистов, которые, извините меня за мой французский, раскорячили отрасль и уже в течение полугода вот в таком напряжении, так сказать, держат. Это русская рыбопромышленная компания, все об этом знают, я не понимаю, почему, так сказать, эти письма, которые, так сказать, относят они какими-то неизвестными, или, может быть, им известными, путями называют анонимными, никакие они не анонимные письма. Больше того, так сказать, мы в отрасли все прекрасно понимаем, что даже руководитель этой компании три года назад был командирован в Росрыболовство и был назначен заместителем руководителя Росрыболовства Илья Васильевича Шостакова его зовут Петр Степанович Савчук. Кстати сказать, мы сегодня направляем генеральному прокурору запрос об исследовании конфликта интересов, о котором говорил в том числе Яков Моисеевич, который, кстати сказать, является коррупционной статьей. Как это вообще возможно, так сказать? Ну, бог с ним командировали, хотя, я, так сказать, не очень понимаю мотив этого талантливого менеджера, который поменял, так сказать, скудную государственную миску риса на сытые харчи коммерческие. Но совершенно очевидно, так сказать, уютруется сын в этой компании и это совершенно очевидный конфликт интересов. Вот пусть прокуратура займется этим, так сказать, исследованием. Как вообще возможно что новичок, так сказать, пусть это и большая компания, в результате каких-то мутных сделок, то ли с российскими физическими лицами, то ли с китайцами вошли в этот бизнес и теперь, так сказать, диктуют вообще, как себя, так сказать, вести. Мы на последние, на протяжении последних четырех лет совершенно очевидно видели, как они это умеют делать на примере так называемых инвестиционных квот, которые теперь сейчас совершенно понятно проваленная, так сказать, история. В результате того, что сломали законодательство, рыбаков лишили 600 тысяч водных и ресурсов ежегодно, и вот эта замечательная компания построит шесть судов. Ну, чего ради было ломать все законодательство, так сказать, могли бы за чашкой чая там с тем же Савчуком договориться или там Савчук с кем-то мог бы договориться. Поэтому, так сказать, страна должна знать своих героев, а прокуратура должна исследовать их взаимоотношения с властью. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, я не знаю, как отвечать на поставленный вопрос, точно так же, как никто из присутствующих здесь не знает. Когда будет гласное обсуждение, будет ли оно вообще, нужно ли оно самое главное тем, кто продвигает эту реформацию, реформу, нельзя назвать. Господин Дворкович, вроде как обещал на съезде работников рыбного хозяйства, которые были некоторое время назад, где присутствовал, что обсуждение будет гласным, открытым, все профильные специалисты примут в этом обсуждении участие. Задача была погасить волну недовольства со стороны рыбаков. Задача была выполнена. Господин Дворкович откланился, уехал. Сидим мы в российской газете, сидим и вспоминаем Аркадия Владимировича добрым словом. Я должен сказать, что мой взгляд несколько отличается от того, что здесь говорили коллеги. Почему? Потому что если подходить исключительно с экономических вопросов, то здесь особых сомнений в неэффективности предлагаемых решений нет. Но система госуправления, тем более в такой стране, как Россия, несколько отличается от законов экономики, поэтому на мой взгляд недостаточно корректно оценивать исключительно экономику. Да и когда ее оценивали в нашей стране? Когда? Я, например, не перепомню ни одного подобного прецедента. Что я хочу сказать? Ну вот господин Шестаков у нас не присутствует, это правильно и не царское это дело, и не боярское это дело, сидеть с Холоковым и обсуждать вопросы, которые, вполне вероятно, уже решены. Я точно также могу сказать, что присоединяясь к Александру Анатольевичу, что не надо говорить о каких-то анонимках, которые подкладывают на стол президента Российской Федерации. Молодцы вы вообще, молодцы! Анонимки подкладывают на стол президента. Вы что? Если до вас донесли фотографию этого письма без подписи, это не значит, что подписи там нет. Просто ее решили не публиковать. Ну, скажем так, потроллили, попровоцировали тех, кто собственно подкладывал это письмо и кто его подписывал. Конечно, там есть помимо адресата и автора этого письма и есть посредник, который положил это письмо. Нужно не волноваться за это. по сути много говорилось о том, что у господина Шостакова есть финансовая модель, но она не выдерживает критики и все с ней в корне не согласились. Я не поддерживаю эту точку зрения. Я считаю, что с позиции господина Шостакова здесь я повторюсь еще раз это мое личное мнение, я его высказываю исключительно на свой страх и риск и домысливаю за господина Шостакова. Так вот, с позиции господина Шостакова, на мой взгляд, все очень даже просчитано. Аукцион принесет дополнительные деньги. Сидит президент Российской Федерации, у которой очень много вопросов. Приходится его, скажем так, люди, которым он доверяет и говорят, Владимир Владимирович, будет экономический эффект в виде, ну, скажем, 80 миллиардов рублей ежегодных дополнительных бюджетных поступлений. Он говорит, за счет чего? А вот вы посмотрите, был аукцион по крабам, который принес там вот столько-то. А у нас там вот можно, если проецировать, как говорит Яков Моисеевич, то там вообще 300, но мы не, мы в России живем, поэтому давайте остановимся даже не на 100 на 80. Владимир Владимирович естественно говорит, ну да, это интересно, это хорошо, давайте поговорим. Аналоги. Аналоги остаются. Почему остаются? Ну, потому что люди-то продолжают работать. они как платили на аук, так и будут платить. А как же, если квоты будут выигрывать ставленники русской рыбопромышленной компании, так это будут квотные роти, они будут перераспределять квоты, потому что рыбаки слишком много кладут себе в карман, опять же, серый сектор в этой отрасли составляет, здесь говорили от 10 до 20%, но Владимиру Владимировичу могли сказать и 50%. Владимир Владимирович сказал, да, действительно, надо порядок наводить. То есть, с точки зрения государственника, с точки зрения государственника, порядок в отрасли наводить надо. Рыночные ли это реформы? А что такое рынок? И где есть его идеальная модель? Что такое период управления господина Крайнего Александра Анатольевича присутствовал, и это считается, наверное, лучшим на сегодняшний день временами Росрабовского. Ну, это было антикризисное управление, антикризисный менеджмент, вытащили отрасли из банкротства, из состояния финансовой несостоятельности. Все нормально. Все хорошо. Дальше. Все знают, вот Александр Анатольевич, человек прямой, открытый, буду стараться соответствовать, все знают, чей сын человек, который сегодня не присутствует. Здесь вот, через месяц. Все это знают. Все знают, чьими родственниками выступают учредители Роскоров и промышленной компании. Ну, тут же все знают. Ну, что мы сидим вот так вот друг перед другом, делаем мир, что все это ерунда, здесь чистые экономики. Да не бывает, еще раз повторяюсь, экономики чистой, вот такой вот дистиллированной, вакуумной. Бывает песочница, в которой сидят детки, которые именуются по взрослев экономистами, делают из формочек различные песочные игрушки. А когда мама вечером зовет их ужинать, они разбегаются и до утра свои формочки забывают в этой песочнице. Жизнь несколько по-другому строится. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд. Я, правда, не знаю, может, действительно где-то существует экономика песочницы, но я не в нашей стране. Наконец, что представляют из себя господин Шестаков и господа Воробьев Максим и Глеб Франк? Это люди, за которых ручаются старшие товарищи, в Кропсинге, люди, которые вызывают доверие у первого лица государства. Вам этого мало? Вот что вот эти непонятные рыбаки никто? Никто. А это люди, с которыми огонь, вода и медная труба. Наконец, круговой порог, о которой тоже никто ничего не говорил, она и здесь присутствует. Точно так же, как вполне вероятно, могут присутствовать отчисления в неформальной эссе, то есть параллельный бюджет. Все это тоже может быть. Я же не утверждаю, я предполагаю. Но это все есть. И когда в четверг будет заседание, на котором будет обсуждаться эта реформа, ну что я буду вам рассказывать, как проводятся эти заседания, вам, людям, которые меня в целом как минимум не моложе, скорее всего, старше. Что в этой ситуации делать? Ну и столько стучать, звонить, кричать, вешать, писать. Мы, конечно, надеемся. Спасибо за ваше мнение. Всем большое спасибо.